Литва сделала сразу два заказа на дополнительные системы противовоздушной обороны, расширяя предыдущие заказы. В частности речь идет о новых договорах с норвежской Консбок и шведским СААП. У норвежцев будут закуплены дополнительные НАСАМС на 193 миллиона евро, а у шведов – дополнительные РБС-70НГ за 130 миллионов евро. Об этом сообщают сами компании производители вооружения, а также оборонное ведомство Литвы. Что касается контракта с Консбок, то его содержание полностью не раскрыто, потому что количество закупленных батарей НАСАМС осталось неизвестным. Можно лишь напомнить, что в 2017 году Литва за 110 миллионов евро заказала две батареи НАСАМС. А в декабре 2023 заключила еще один контракт на 200 миллионов евро без раскрытия количества. Сроки поставки норвежских ЗРК также не раскрыты. Но первый контракт 2017 года выполнялся до 2020, а второй получил аналогичный трехлетний срок выполнения. То есть до 2026 года. Исходя из этого, контракт 2024 вполне может быть выполнен в 2027. Касательно сделки на РБС-70НГ, то как и с НАСАМС это не первый заказ. Но разница в том, что партию этих ЗРК Литва заказала всего три месяца назад, и конечно пока их не получила. Кстати, для СААП именно Литва стала первым клиентом на их мобильный ЗРК РБС-70НГ и выложила за них 112 миллионов евро. Как и тогда общее количество систем не называется. Объявлено лишь о том, что это дополнительная батарея. Что касается сроков поставки, то для выполнения первого заказа СААП указывал сроки с 25 до 27 года, а для нового – 26-29 годы. Отметим, что НАСАМС от Консбек отвечает за уничтожение аэродинамических целей на дальностях до 40 км ракетами АМРАМ и Р, до 25 км ракетами АИМ-120 АМРАМ, а на меньших расстояниях АИМ-9. В его состав входит РЛСАН-МПК-64 Сентинал, которая в современной версии может обнаруживать цели на дальности до 120 км. РБС-70НГ АЦААП является комплексом малой дальности, фактически ПЗРК, но с дальностью до 9 км. В то же время Литва закупает их в мобильной версии полноценного ЗРК, в котором пусковые на шасси GLTV от Ашкош интегрированы в единую систему с РЛС ЖИРАВ-1Х. Стоит добавить, что НАСАМС уже многократно доказал свою эффективность в Украине. При этом и за счет помощи Литвы, которая в 2023 году передала несколько пусковых к этому ЗРК. Также свою эффективность доказал и РБС-70, который как ПЗРК Силы обороны Украины также очень эффективно используют против вражеских целей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова